МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После искусственно соединились сразу несколько произведений Николая Васильевича Нос, Шинель, Вий и, конечно, Мертвые души. Оценить красоту декорации и узнать цену гениальности можно 15 марта в Музыкальном театре. Его картины стали классикой изобразительного искусства. В Краснодарском музее имени Коваленко отмечают 100-летний юбилей выдающегося кубанского художника Григория Булгакова. В его работах соединились традиции и современность. Живописец-мастерский сочетал такие направления, как реализм, импрессионизм и абстракционизм. Он был талантливым колористом и затрагивал темы любви к родной земле, красоты окружающего мира и чувства долга. Сеть кинотеатров «Монитор» тоже порадует высоким искусством. В объективе с 17 марта сокровищница мировых шедевров «Лувр». История сохранения величайшего памятника искусства отражена в фильме известного кинорежиссера Александра Сокурова. Его документально-игровая картина «Франкофония» повествует о том, как спасали коллекцию во время оккупации Франции нацистами. Действие происходит как в настоящее время, так и в роковые 40-е годы. Здесь есть и хроника событий, и компьютерная графика. Причем Сокуров использует весьма необычные приемы. Персонажи прошлого появляются в наши дни. Родоначальники русского рока не дадут скучать с жителям и гостям Сочи. В Олимпийской столице пройдет концерт легендарной группы «Крематорий». Музыканты во главе с Арменом Григоряном исполнят лучшие композиции, которые поклонники уже называют нетленными. За более чем 30-летнюю историю группа много экспериментировала. В их творчестве нашли единение самые разные направления, от вальса до тяжелого рока. Насладиться качественной музыкой можно 18 марта в Сочи. Эстетика слов и торжество музыки. В Новороссийск приезжает рок-дива Светлана Сурганова. Она предстанет перед поклонниками в новом свете. Так называется ее программа. Певица не раз доказывала публике, что удивлять умеет. Тому подтверждение игра в классики. В прошлом году на сцене даже оказалась директор группы Елена Жукова. Весьма необычным амплуа. Чем в этом году порадуют артисты, остается только догадываться. Но, как всегда, концерт не обойдется без тонкого чувства юмора, присущего Светлане Сургановой и высокого слога. Насладиться неспешным вечером и пробудить в себе видение прекрасного можно 29 марта в город-театре Новороссийска. А если любите более ритмичную музыку, тогда вам на концерт Ивана Дорна. Организаторы обещают уникальное световое шоу и неожиданные сценические образы музыкантов. Исполнитель представит публике второй студийный альбом «Рен Дорн». В прошлом году тур уже прокатился по городам Европы, США и Украины. Как заявил артист, концерт оставит самые приятные впечатления. Этому артисту никому ничего доказывать уже не нужно. Ему сама ясновидящая Ванга еще в детстве прочла музыкальный олимп. В Краснодар приедет король российской эстрады Филипп Киркоров. Он представит программу со скромным названием «Я». Это шоу специально для исполнителя поставил прославленный режиссер Франко Драгоны. Лучшие представления цирка Дю Салей и выступления Селин Дион – его рук дело. Добавим к этому волнующий голос артиста и композиции, идущие от сердца. Его песни «Как откровение». В Краснодаре выступит рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста. Он получил образование дирижера, но понял, что главный его инструмент – это голос. И уже в 18 лет музыкант стал известен благодаря песне «Моя игра». В своем творчестве Баста говорит правдиво о насущном и обращается к самым близким людям с вопросами, а ответы находит в самом себе. Услышать честную музыку можно 30 апреля во дворце спорта «Олимп». Такими культурными событиями будет насыщена жизнь края. Выбирайте самое лучшее и раскрашивайте повседневную жизнь в яркие цвета. А с вами была Екатерина Славянская. Увидимся на телеканале «Кубань-24». Славянская.